Как вы думаете, зачем нужно искусство? Ведь это далеко не наша самая первая потребность. На пирамиде Маслоу искусство и эстетические потребности находятся на самом-самом верху. И тем не менее, несмотря на войны, катастрофы, эпидемии, история искусства не прерывалась никогда. То есть с тех пор, как древний человек впервые взял уголек и нарисовал первого бизона на стене своей пещеры, искусство никуда не девается из нашей с вами жизни, несмотря на то, что в мире происходит. Этот выпуск посвящен поиску ответов на вопрос, зачем нам нужно искусство и почему оно до сих пор живо. Сегодня вы узнаете. Как с помощью искусства доказать, что ты не деспот, а просвещенный правитель? Как цены на земли в Нидерландах привели к невероятному расцвету живописи? Сколько картин хранилось в доме среднестатистического жителя Голландии 400 лет назад? И почему вы не сможете обменять девочку с персиками Серова на картины Веласкеса? И зачем вообще человеку создавать искусство? С вами Анастасия Постригай. Со мной влюбляется в искусство. Прежде чем я начну свой рассказ, я прошу вас написать в комментариях свои версии. Как вы думаете, зачем человеку искусство в целом? И зачем оно нужно именно вам? Пишите свои варианты, а я потом обязательно прочитаю все ответы. И автору лучшего комментария я подарю свою книгу «Влюбиться в искусство». Если мы с вами спросим у антрополога, искусствоведа, психолога, арт-дилера, зачем людям нужно искусство, у каждого найдется свой собственный ответ. Даже у политиков у него тоже будет своя собственная версия. В руках человека, который стремится завоевать авторитет и власть, искусство становится мощным инструментом. Его можно использовать как откровенную пропаганду, как, например, это было с нашим соцреализмом в советское время. Можно его сделать частью идеологии. Примерно так поступили нацисты, которые объявили импрессионизм, сюрреализм, кубизм и разные другие измы дегенеративным искусством. Но еще в умелых руках и при должном стратегическом мышлении искусство может стать основой для вашей пиар-компании. Это Флоренция, одна из колыбелей Возрождения. А это Медичи, это династия, которая сделала так, что Флоренция стала колыбелью этой эпохи. Старшие Медичи, начиная с Козьма Старого, щедро спонсировали искусство еще в 15 веке. Только на строительство церквей они потратили 400 тысяч дукатов. Для сравнения, на 15-20 дукатов в год можно было роскошно жить. Тогда искусство и культура в руках Медичи отчасти были способами обелить себя перед Богом, перед людьми и перед вечностью. Ведь они были банкирами, то есть ростовщиками, а это в то время было греховным занятием. У Данте в божественной комедии ростовщики были в седьмом кругу ада вместе с Иудой. По правде говоря, в принципе, сейчас ничего не изменилось. Банки не самое комфортное и благостное, что есть в нашей жизни. Давайте вспомним про ипотеку. Я думаю, что современным банкирам нужно взять на заметку, как Медичи с помощью искусства как будто обеляли свою деятельность. Они помогали, например, Боттичелли и таким образом как бы сглаживали факт происхождения своего богатства. Этим жестом они словно говорили, ну да, мы не очень таким кошерным, правильным способом зарабатываем деньги, но зато мы их тратим на благо людей, церкви и для Бога. Мне очень нравится, как они для этих целей использовали, например, библейские сюжеты. В поклонении волхвов мы можем увидеть как минимум пятерых членов семьи Медичи. В образе самих волхвов художник изобразил Козима Старого и его сыновей Перо и Джованни. Также в поклонении волхвам в версии Боттичелли участвуют Лоренцо Великолепный, который в то время правил во Флоренции, и его брат, красавчик Джулиано Медичи. Вообще у Медичи с Флоренцией были очень-очень сложные взаимоотношения. Говоря фразой из Покровских ворот, высокие, высокие отношения. Дважды республика приходила в упадок из-за их политики, но в 16 веке Медичи в очередной раз вернулись к власти и даже получили там титул герцогов. Последний из старшей ветви Медичи Алессандро в 1537 году погиб от рук своего кузена, и место герцога занял представитель младшей ветви Медичи Козима I. По правде говоря, Козима досталось плохое наследство, потому что казна была опустошена войной, чумой, а сама семья Медичи была непопулярна у населения этого города. Даже родственникам нельзя было доверять. Алисандро Медичи, например, был убит своим собственным кузеном. И, конечно, Козима невозможно было расслабиться даже в кругу своей семьи. Плюс еще полвека назад, до этого, Флоренция была республикой, и какая-то часть населения мечтала о восстановлении республиканского строя. И это все шло вразрез с планами Козима, который хотел стать абсолютным монархом. И он для этого использовал разные инструменты от репрессии до культурной пропаганды. Стратегия Козима была очень крутой. Флоренция в тот момент потеряла былое величие, и нужна была какая-то скрепа, которая представит правителей в выгодном свете, и вокруг этих правителей объединит их целевую аудиторию. И вот этой скрепой стало искусство. Сегодня произведения искусства, которые мы с вами будем обсуждать. Обычно, когда висят в музеях, они вырваны из исторического контекста, который их окружал в 16 веке. Но никакое произведение искусства невозможно рассматривать вне этого исторического контекста, иначе вы просто можете упустить много важных смыслов. Всегда нужно обращать внимание не только на то, кем и для кого была написана та или иная картина, но важно знать, какие события происходили в мире в тот момент, когда произведение появилось на свет. Тогда у вас сложится наиболее полная картинка, и еще будет один штрих к ответу на вопрос, а что хотел сказать автор. В искусстве много таких моментов, которые для искусствоведов очевидны, но для простых зрителей закрыты. Особенно для тех, которые только вот-вот начинают приступать к изучению истории искусства. Новичкам кажется, что для того, чтобы получать удовольствие от искусства, нужно выучить все стили, направления, всех художников, прочитать все учебники, посмотреть все произведения. И вот только тогда ты начнешь кайфовать от похода в музей, и тебе для этого нужно иметь мощный багаж знаний за плечами. Но это так не работает. Ни в коем случае не нужно дожидаться этого момента, когда ты выучил всю историю искусства. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, важно понимать, что можно получать удовольствие, даже когда ты делаешь в этом направлении первые шаги. Сделал шаг, применил свои знания, похвалил себя, получил мощную дозу дофамина, и на этом топливе можно ехать все дальше и дальше. И вот так через положительное закрепление вы сможете освоить всю историю искусства. Специально для новичков, которые только начинают делать свои первые шаги в искусстве, я разработала курс под названием «Старт». Он как раз для тех, кто хочет получать удовольствие от изучения истории искусства, вот уже прямо сейчас. Сегодня посмотрел курс, завтра пошел в музей, и там применил все то, что узнал на курсе. Начинка курса просто великолепная. В основе лежит концепция микролеонин, то есть микрообучение, на которое не нужно выделять огромное количество времени, но эффект потрясающий. Весь материал порезан на 9 небольших уроков, длительность от 5 до 15 минут, и чтобы вам было удобно все это смотреть и внедрять это в вашу супер насыщенную жизнь. В каждом видео я рассказываю об одном каком-то навыке, который поможет вам понимать искусство и в нем ориентироваться. Мы все с вами знаем, как работает наш мозг, когда дело касается нас самих. Даже если мы точно знаем, что нам это во благо, мы все равно будем откладывать, мы все равно будем забывать делать что-то приятное для себя. Даже если нам прям очень-очень-очень-очень сильно нравится искусство, все равно есть риск, что найдутся какие-то более срочные дела, чем вот этот курс. Поэтому у вас будет бот-помощник, это такой ваш интерактивный тренер, который будет нежно, ненавязчиво вам подсказывать, так вот прям нежно тыкать вас, что вам нужно посмотреть урок, а еще предложит вам дополнительные материалы и тренировки. В результате прохождения курса «Старт» вы научитесь девяти вещам, которые сделают ваши отношения с искусством незабываемыми. Вы сможете анализировать картины, вы сможете понимать их смысл, вы освоите мой авторский метод тренировки своей насмотренности, это будет такой искусствоведческий тренажерный зал. Вы научитесь различать между собой архитектурные ордеры, а это значит, что вы, когда будете идти домой по городу от работы до дома, эта прогулка станет для вас просто невероятной, потому что вы будете совершенно по-другому смотреть на те здания, которые вас окружают. Вы узнаете, как правильно смотреть скульптуру, графику, вы начнете понимать современное искусство, вы научитесь видеть влияние истории на искусство, и вы получите инструкцию, как невероятно эффективно ходить по музеям, чтобы потом в вашей голове не было каши. Чтобы вы могли уже прямо сейчас пощупать начинку курса, посмотреть, как он устроен, а также оценить нашего бота-помощника, я дарю вам бесплатный доступ к одному из уроков «Старта». Вы сможете бесплатно посмотреть урок о связи истории и искусства. После него вы как раз научитесь видеть, как исторические события влияют на то, что делают художники. Вы сможете анализировать исторический контекст произведения, чтобы видеть даже неочевидные смыслы, которые закладывает автор. Переходите по ссылке под этим роликом и оформляйте доступ к бесплатному уроку. Если вам понравится и вы не захотите расставаться со мной и с ботом-помощником, то вы сможете приобрести весь курс целиком со скидкой 50%. Главное, посмотрите пробный урок, чтобы начать практиковаться и получать вот эти первые плоды своего увлечения искусством. И после этого урока вы обязательно начнете понимать, где в произведениях флорентийских мастеров в 16 века замешана политика Медичи. Наш Козимо, он делал ставку в первую очередь на портреты. По трем причинам. Первая причина – портреты легко копировать и транспортировать во все концы Европы, используя как визитки. Вторая причина – искусство в этот момент становится более светским. Все больше денег люди тратили на искусство не только для того, чтобы украсить, например, свою домашнюю церковь или капеллу, но для того, чтобы запечатлеть себя во всей красе, такого красивого, любимого и чтобы оставить память о себе для последующих поколений. И вот в этом плане Медичи подавали всем флорентийцам большой пример. Третья причина – портреты – это способ продемонстрировать навыки художника, ведь каждая модель на портрете того времени всегда роскошно одета. В одном наряде художник мог соединить сразу же несколько фактур, текстур и таким образом показать, как он круто владеет своим мастерством. То есть художникам было выгодно становиться частью пропаганды. Одним из придворных художников того времени стал Аньола Бронзина. В учебниках по истории искусства вы его имя встретите в главе, посвященной эпохе маниилизма. Это такой стиль прокладка между Ренессансом и Барокко. Для маниилизма характерны такие ломанные позы персонажей на картинах, то есть люди в жизни так не двигаются. И художники специально выдумывали подобные неестественные позы, чтобы все смотрелось эффектнее. Потому что в этот момент было особенное время. Эпоха Ренессанса уже сошла на нет и начался такой турбулентный период, когда еще искусство не определилось, каким оно должно быть. Еще нет вот этой театральности и пышности Барокко. Чувствуется такой какой-то нервный надлом. Особенно я люблю смотреть на руки на портретах бронзина. Посмотрите на портрет самого Козима. Такой, знаете, респектабельный герцог в начищенных до блеска доспехах. И как изящно лежит рука, которую он положил на шлем. Я в своей жизни провела огромное количество фотосессий. И обычно самая большая проблема вот с этими руками. Куда их деть? И фотограф обычно вот прям ставит их как-то вот по-особенному, выворачивает. И вот я чувствую, что когда бронзина писала портрет, он прям эту руку и туда, и сюда. Как-то вот прям удачненько она легла. Как лебедушка. Как лебедушка, да. Мне просто обычно вот на фотосессиях как вот так и стоишь. Ты же не понимаешь, как они там в кадре смотрятся. Тебе кажется красиво, а она там как две сосиски. Ну правда. Джорджо Вазари, который провел некоторое время при дворе Козимо Медичи, так говорил про портреты бронзина. Они настолько естественны, что кажутся живыми. И единственное, чего им не хватает, это дыхание. Вот бронзине удавалось передать эту роскошь в портретах просто на сто процентов. Наряды, которые он одевал, своих героев, они выглядят прям настоящими. Он умел потрясающе работать с фактурой материалов. Вот прям кажется, вот еще ты вот прям протянешь руку и ты почувствуешь тактильно вот этот бархат, шелк, эти кружева. Итак, Медичи использовали портреты как инструмент для того, чтобы подчеркнуть, что они очень богатые, а также для того, чтобы дать всем понять, что они очень влиятельная семья. Вот, например, портрет сына Козима Джованни в образе Иоанна Крестителя. Здесь можно подумать, что это просто такая изысканная домашняя фотосессия, но в реальности здесь более тонкий смысл. Джованни получил от папы римского должность кардинала в одной из церквей в Риме, а до этого он был архиепископом в Пизе. Выражаясь простым языком, он работал в церковных структурах на очень жирных должностях. А теперь посмотрим на это глазами Козима. Джованни, вот его птенчик, он выпорхнул из семейного гнезда и стал очень успешным. И нужно, чтобы все, буквально все знали, что он из семьи Медичи и за ним стоит Флоренция. Поэтому Джованни изображен в образе Иоанна Крестителя, а он являлся символом Флоренции. Вот такая вот культурная многоходовочка. Благодаря вот таким вот тонким манипуляциям через искусство Медичи не смотрелись в глазах людей такими алчными правителями, а наоборот, они выглядели такими тонкими политиками и бескорыстными покровителями искусства. Кстати, к правителям других государств Медичи тоже заходили через искусство как такой очень своеобразный пиар-ход или, можно сказать, триггер. Итак, наш следующий персонаж, которого мы будем рассматривать, это правитель Франции, Франциск I, который имел тоже репутацию человека, который неравнодушен к искусству. Вы наверняка могли слышать легенду про то, что Леонардо да Винчи умер у него практически на руках. В реальности, ну, не прямо на руках, но при его дворе, потому что Леонардо да Винчи провел последние четыре года своей жизни у него рядышком в замке Амбуаз. Франциск I был фанатом итальянского искусства, поэтому Козимо Медичи решил сделать ему подарок. Он подарил ему картину бронзина, аллегория с Амуром и Венерой. Довольно-таки такая мудреная картина, что тоже очень свойственно маньеризму. Мы здесь видим Венеру, которую целует Амур. Рядом Пути, так называют крылатых, таких розовопопых маленьких мальчиков, которые чаще всего изображают с Венерой. Пути собирается кинуть в Амура и Венеру розы. Позади мы с вами видим Хроноса, и он олицетворяет время, и он явно хочет помешать Амуру и Венере обниматься. И очень-очень есть там один любопытный персонаж, который рвет на себе волосы позади Амура, и считается, что этот образ старухи олицетворяет ревность. Определенной трактовки этой сложной работы не существует, их несколько. И там очень много зашифрованных намеков на пороки французского двора, и вплоть до версии, что там есть алхимические рецепты. Но вполне может быть так, что Козьма просто решил поступить как сваха и свести французского короля с бронзина, потому что великий Леонардо, он уже умер. А Тициан, другой великий итальянский художник, он не хотел поддаваться на уговоры Франциско и не хотел покидать Венецию. А тут вот Медичи с новой звездой итальянского искусства. Вот, мол, берите, пользуйтесь и не забывайте, что этот художник родом из Флоренции, где правят великие Медичи. А что же с простыми людьми? Не с герцогами, не с правителями Флоренции. Вот с теми людьми, которые не живут во дворцах, у которых небольшие дома, в которые просто не поместятся те картины, которые я вам до этого показывала. Какую роль для их жизни играло искусство? Давайте мы с вами сейчас перенесемся в Нидерланды 17 века. После того, как Мартин Лютер выступил с такой жесткой критикой католической церкви и таким образом запустил процесс реформации, страны Европы разделились на два лагеря. Одни государства, такие как, например, Испания или Италия, они остались католическими, а другие стали протестантскими. И, разумеется, это был не только вопрос веры, во многом это был вопрос политики. Поэтому протестантизм для некоторых регионов стал реальной возможностью стать более самостоятельными. И так произошло с северными провинциями в Нидерландах. Южная часть страны, сейчас это преимущественно Бельгия, она осталась под властью испанской короны, то есть они там были католиками. А вот север Нидерландов, то есть область вокруг Амстердама, там все боролись за независимость и в итоге ее получили. И там был протестантизм. Разумеется, искусство в этих регионах было разным, потому что там были разные заказчики, у католиков в основном это высшие слои населения и церковь, а у протестантов сейчас мы разберемся, кто. Давайте посмотрим на примере Рубенса и Рембрандта, как различается это искусство. Они были современниками. Рубенс, он был южным художником, то есть это Нидерланды, которые под властью Испании, а Рембрандт был северный. Это Нидерланды протестантские, поэтому Рубенс, он такой пышный, такой эффектный, такой театральный, как полагается для эпохи барокко, а Рембрандт такой более лаконичный, и там очень много психологизма. То, что северные провинции были протестантскими, это очень сильно отразилось на выбор тех сюжетов, которые покупали в тот момент люди. Библейские сюжеты сразу же отметаются, потому что протестанты своей церкви не украшают, значит, нету на это заказов. Мифологические и исторические сюжеты тоже особенной популярностью не пользуются, потому что самым влиятельным классом была не аристократия, а именно буржуазии, то есть предприниматели. Для того, чтобы понимать сюжеты с мифами или с историей, у буржуазии не было контекста, то есть у них было другое образование, у них были другие цели, другой фокус, им нужно было строить бизнес, а не разбираться в тонкостях мифологии. Прибавьте к этому еще особенности жилплощади в нидерландских странах. Страна плоская по своему ландшафту, местность болотистая, и постоянно бороться с водой, осушать землю, это очень дорогое удовольствие. Соответственно, стоимость земли, она очень высокая, поэтому даже самые зажиточные, богатые горожане, они не могли похвастаться роскошными особняками. И вот они живут в таких длинных, узких домах, где максимум три окна, и вешать полномасштабные, огромные картины просто негде. Да и в принципе незачем, потому что ты таким искусством не сможешь любоваться, потому что для того, чтобы посмотреть и получить большое удовольствие от большого формата полотна, нужно отойти на много шагов от самой картины. Места нету, поэтому это не функционально. Но это, конечно же, не повод отказываться от искусства. Более того, именно вот в таких ограничивающих обстоятельствах появился один из самых известных феноменов в истории искусства, так называемые малые голландцы. Это художники, которые писали небольшого формата полотна с очень прозаичными сюжетами. Например, могли написать ветряную мельницу у воды рядышком трех крестьянок, которые засмотрелись на корабль. Могли написать, например, нутюрморт, где очищенная шкурка лимона так эстетично свисает с тарелки. Или, например, уличных музыкантов, которые заглядывают через порог зажиточного дома. Или, например, щегла написать. Это очень популярный в Нидерландах в 17 веке сюжет «Самый любимый домашний питомец». И вот эти картины малютки, они не служили каким-то супер пафосным целям. Их писали и покупали с очень простым мотивом. Нужно было как-то украсить свой дом. К сожалению, мы с вами часто забываем, что искусство, оно может создаваться не только для дворца, не только для церкви, не для того, чтобы висеть в музее. Искусство – это часть нашей с вами бытовой истории. И иметь дома произведение искусства – это абсолютно нормально и абсолютно естественно. В конце концов, желание голландских бюргеров украсить свои дома искусством привело к появлению в Голландии арт-рынка. Исследователи подсчитали, что в родном городе Яна Вермера Дельфского, этот город назывался Дельф, да, я капитан Очевидность, так вот в этом городе в две третьих домов находилось искусство. В среднем в домах зажиточных горожан находилось по 53 произведения искусства, а в домах более низких слоев населения, например, около семи. И в целом за XVII век в Голландии, который еще называют золотым веком живописи, было создано от пяти до десяти миллионов картин. Один британский торговец после путешествия по Нидерландам в изумлении писал, что у любого пекаря, у мясника, у кузнеца, в лавке или дома обязательно будет искусство. Даже Италия, колыбель европейского искусства не могла мечтать о таких оборотах. Дело в том, что в Голландии в это время действительно сложилась уникальная ситуация, было огромное количество покупателей. В других странах для того, чтобы купить себе произведение искусства, тебе нужно было быть богатым, властным, родовитым, хорошо образованным человеком. Потому что ты не просто так заказываешь у художника картину, чтобы просто украсить свой дом. Ты заказываешь ему такой интеллектуальный проект, в котором обязательно будет зашита какая-то идея, какой-то месседж, послание. И художник в этой цепочке он творец, а ты его покровитель. В Нидерландах все было гораздо проще. Художник это ремесленник, а ты потребитель его товара. И именно там в Голландии в 17 веке на искусство смотрели именно как на товар. Была даже своя собственная система ценообразования, и она строилась под влиянием разных факторов. Основной фактор это размер картины. Также важна была тема и репутация художника. Дороже всего стоила историческая живопись. Самой популярной была живопись пейзажная. В среднем она стоила 15 гульденов. Самая дорогая картина могла стоить 500 гульденов. Это примерно половина стоимости дома. Приобрести картину можно было напрямую в мастерской художника или воспользоваться услугами арт-дилера. Легче было, конечно, купить у арт-дилера, потому что художники часто делали такой однообразный контент. Обычный художник специализировался только на каком-то одном конкретном жанре. А вот арт-дилеры или как сейчас их называют арт-консультанта или арт-эдвайзера можно было купить разнообразную живопись и пейзажи, и бытовые сюжеты, и портреты. И здесь, конечно, очень хочется порекомендовать вам Анастасию Постригай, которая как раз и является арт-консультантом или арт-эдвайзером и может подобрать вам произведения искусства совершенно разного направления и разных эпох, начиная от малых голландцев, Шагала и, например, современного русского искусства. Если вы хотите создать свою собственную коллекцию произведений искусства, или вы хотите украсить свой дом картинами, обязательно заполняйте форму, которую вы найдете по ссылке в описании к этому ролику. Я могу найти для вас все, что угодно. Начиная от шедевров художников с мировым именем, заканчивая молодыми русскими художниками. А мы с вами возвращаемся в Голландию. В Голландии покупали искусство также на аукционах, которые устраивали после смерти какого-нибудь бюргера. Также покупали искусство на ярмарках, где продавалось самое доступное по цене искусство. Вам это ничего не напоминает? Практически все это есть и сегодня в арт-бизнесе. Все ярмарки типа Космоскоу или Арт Базель, аукционы вроде Содбис, Кристис, все уже это было заложено в Голландии в 17 веке. С тех пор искусство это и бизнес, и рынок, а работы художников это товар, который можно измерить деньгами, а значит можно продать и купить. Правда, есть один нюанс. Допустим, одну сумочку Шанель можно заменить на другую идентичную сумочку Шанель. А вот девочку с персиками Валентина Серова нельзя заменить или поменять на такую же девочку, потому что она существует в единственном экземпляре. В то же время, если у меня есть девочка с персиками Серова, а у вас есть портрет инфанты Маргариты Кисти Веласкеса, и мы с вами захотим обменяться, просто так это сделать не получится. Серов и Веласкес это художники немного из разных вселенных. Грубо говоря, у Веласкеса, у него шире целевая аудитория, он известнее, и в случае с искусством это очень важный фактор. Несмотря на все эти нюансы, арт-бизнес это бизнес. Совокупная стоимость сделок с искусством и антиквариатом по всему миру в 22-м году составила почти 68 миллиардов долларов. Получается, пока есть те, кто хочет покупать искусство, искусство точно не умрет. Но ведь искусство стало товаром только в 17-м веке, а появилось оно много-много тысячи лет назад. Так насколько вообще важна в искусстве материальная сторона вопроса? Человек взял в руки уголек, чтобы нарисовать своего первого бизона. И это было давным-давно. В то время не существовало денег, не было толком власти в том виде, к которому мы привыкли. Даже домов в привычном понимании этого слова у людей не было. А искусство уже в этот момент было. Ни антропологи, ни искусствоведы не знают наверняка, что побудило наших с вами предков стать художниками. Существуют три основные версии. Согласно первой, просто в людях проснулось чувство прекрасного. Согласно второй, это была визуализация желаемых результатов охоты. Поэтому всех вот этих симпатичных бизончиков и лошадок зачастую пронзают стрелы. Такая, знаете, форма визуализации древнего мира. А третья гипотеза, она предполагает, что древние люди с помощью этих рисунков просто общались. Даже если эти три версии окажутся одновременно все верными, все равно ни одна из них не дает ответа на вопрос, зачем нам с вами, людям 21 века, нужно искусство. Чувство прекрасного можно удовлетворить с помощью кино, моды, дизайна, путешествия, фотографии. Кстати, с помощью фотографии можно и желаемые результаты визуализировать. Да и общаться мы с вами тоже научились десяткам разных способов. Я думаю, что можно поискать ответы, для чего нам нужно искусство, если переместиться в кризисные времена. Во времена Великой Отечественной войны в Пушкинском музее продолжали читать лекции, там продолжали водить экскурсии, там продолжали делать выставки. Прямо в залах музея лежал снег, потому что в соседний дом попала бомба и осколки разрушили крышу Пушкинского. А копия Давида Микеланджело и другие скульптуры были в деревянных коробках с заколоченными досками. И музейные работники даже шутили, что у каждой скульптуры была своя собственная комната. Но музей продолжал жить. Потребность в искусстве у людей никуда не делась. Эта же потребность заставила Анри Матисса взять в руки краски, когда он практически целый год провел в больнице с воспалением грыжи на позвоночнике и был в полнейшем унынии. Таким образом, мы потеряли потенциальную звезду юриспруденции, потому что он в тот момент учился на юриста и обрели великого художника, потому что благодаря искусству Матис вытащил себя из этой депрессии и стал великим художником. Эта же потребность вдохновила Василия Поленова создать свой собственный передвижный театр, где он через свои рисунки показывал крестьянским детям рассказы о далеких странах, о далеких городах, в которых он побывал сам. А в этот момент за пределами вот этого уютного мира, который создавал художник, бушевала гражданская война и строилось новое советское государство. Итак, мы с вами, перебирая разные ответы на вопрос, зачем нужно искусство, приходим к такой точке зрения, что искусство в зависимости от целей может стать в руках человека разным, абсолютно разным инструментом. Но одна из суперспособностей искусства это вытаскивать нас на свет, когда вокруг нас сгущается тьма. В Канаде вообще врачи выписывают своим пациентам с психологическими проблемами рецепты на посещение музеев, потому что искусство, оно способно нас исцелять и становиться для нас очень мощной опорой. Итак, отвечая на вопрос зачем все-таки человеку нужно искусство и почему искусство до сих пор живо, я скажу вот так. Не может человечество обойтись без искусства, что бы ни происходило. Оно нам жизненно необходимо и для абсолютно разных целей. Сегодня несколько целей мы с вами рассмотрели в этом выпуске. Я уверена, что у вас может быть своя собственная версия, и я с большим любопытством прочитаю ваши комментарии к этому выпуску. Самовыражайтесь в комментариях, а мы с вами увидимся в следующий раз. в следующий раз. Спасибо за субтитры